Здравствуйте, уважаемые подписчики! Мы очень много раз говорили о том, что растения, многолетние растения, особенно цветущие растения, осенью нуждаются в обрезке. И рассказывали, как обрезать, но не все растения нуждаются в обрезке осенью. Прежде чем продолжить смотреть видео, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Приятного просмотра! В санитарной обрезке нуждаются все растения, но есть растения, которые цветут на побегах нового года. Например, роза. Роза цветет только на новых побегах. На старых побегах цветочные почки не завязываются. Поэтому розу нужно обрезать, и ее обрезать нужно не только осенью, но и летом. Но есть растения, которые цветут на побегах предыдущего года. Например, клематис. Есть виды клематисов, которые цветут на побегах нового года. Большинство клематисов цветет на побегах предыдущего года. А есть виды клематисов, которые цветут и на прошлогодних, и на новых побегах. Так вот, если у вас есть клематисы, то обязательно определитесь, к какому типу цветения они относятся. Не только клематис не нужно обрезать. Есть растения, которые уходят под зиму с зелеными листьями. Например, магония пануболистная. И магония пануболистная осенью в обрезке не нуждается, она ей даже повредит. Такие многолетники, как бадан, как живучка, как барлинок, также не нуждаются в осенней обрезке. Единственное, что вы можете осенью обрезать только то, что засохло. У таких многолетников, как примула, гейхера, печёночница, чистец, листья также не удаляют, а дают им уйти под снег с листьями. Потому что эти листья, с одной стороны, немного прикрывают корни растений, будут их предохранять. А с другой стороны, эти листья не отмирают зимой. А весной вы увидите растения уже с зелеными листьями. Есть ряд растений, которые осенью не обрезают, хотя у них листва и отмирают. Например, это хоста. Хосту осенью не нужно обрезать, листочки к весне уже вы не найдёте, они за зиму перепреют. Они, во-первых, будут и как удобрение, и, во-вторых, зимой, особенно в начале, когда снежный покров ещё маленький, они будут предохранять корни от вымерзания. Не обрезают абриету, камнеломку, не обрезают арабисы многолетние, не обрезают очитки. Все эти растения весной осмотрим и вырежем то, что не перезимовало, засохшие или подгнившие веточки. А в основном, особенно в осенней обрезке, они не просто не нуждаются, но обрезка им и запрещена. Прежде чем резать всё подряд, поинтересуйтесь, нужно ли обрезать эти растения. А, надеюсь, мои советы помогут вам внести в этот вопрос ясность. Ну, а у меня на сегодня всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова